ДИСКЛЕЙМЕР 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 Ну поймите, я бы не просил долг обратно, но мне очень нужны эти две тысячи. Катин отец считает, что ни на что не способен. Но я докажу ему, я сам организую свадьбу и обеспечу Катю. Тетя, тетя, ну я и вправду спешу. Знаешь, Сашенька, отдам я тебе твои деньги, не переживай. Но не в этом дело. Они принесут тебе несчастье. Вы обратно за свое. Ну что ты, ну не верю в это все гадание, не верю. Сашуль, не брал бы ты этих денег, а? Беда тебя через них ждет. Беда. Дарма Сашко не прослухався дотиччиного гадання. Він взяв две тысячи доларів и по ночи пішов додому. Все его думки были лише про кохану и очікуване веселля. Хіба ж напередодні счастья может статися лихо? Слушай, ты хочешь вадьбу за бабахай? От тільки веселлю відбутися не судилося. Тим вечером Саша зник. Саше Одинцову было 25 лет. Він мав усе. Квартиру, роботу, кохану дівчину. Аж раптом... Саша пропал. Как? Перед веселлям безслідно зник. Было очень много загадок, как это все могло произойти. Да бросил тебя твой Саша. Бросил, уехал в другую город. Може хлопец не захотів боротися за своє кохання? Я не могу с тебя выйти, извините, конечно. Но пока отец не дал своего согласия. Чи сталося непоправне? Что? Сашу, сына моего заживо хороните. Матер і тітки марно шукали Сашка 4 месяца. И весь цей час одна из сестер напевно знала, что сталося с хлопцем. Мати Сашка проїхала в Сніжне на день народження сина. Подарунки, веселий настрій, очікування знайомства з майбутньою невісткою, але... Нічого цього не буде. Сестри шокували Машу жахливою звісткою. Саша пропал. Как? Не загуляв, парень. Загуляв. Згаявши день на самостійні, але марні пошуки, ввечері три сестри прийшли до знайомого дільничного. Вони щиро благали про допомогу, а самі приховували дещо дуже важливе. Да я не такий, зараз щоб загуляти, понимаете? Ну-ка, ні! Ні, панч! Так, ладно. Давайте. Хто видел його в последній раз? Да говорю же! Я! Три дні тому Саша Одинцов зайшов до тітки Зіни, аби забрати дві тисячі доларів. Борг дворічної давнини. Та ладно, ходи, мені не є. Деньги любить счет. Все, спасибо, спасибо тебе. Побігай. Марія зайняла своєю родною сестри Зіні, Зіноїді, вона зайняла близько двох тисяч доларів, якби для покупки квартири дочери. Ну особливо Марія не наставила на возвраті доларів. Ну так як у Олександра должна була состояться свадьба, то есть ну как бы попросила отдати эти деньги. Саш! Як не переконувала Зіна Племінника, що не варто з такою сумою розгулювати по нічному-сніжному, впертий хлопець не послухався та пішов. Так, да, уже это странное, странное, странное дело, да. Да чего странного, Михайлович? Прознал кто-то про деньги. Вот смотрите, две тысячи доларів. Я свободний человек, правильно? Мест прекрасний, скільки можна провести прекрасне время, отдохну, оторватися по-настоящему. Дело молодой, я просто удивляюсь вам. Мой Саша не такой. Он занимался спортом, не курил, не пил, пользовался авторитетом на работе. Его гниявка на работе, как бы, всех заинтересовала. Вот, и просто так он никуда не мог исчезнуть. Наполегливі сестри потягли дільничного до Сашкової квартири. Складалося враження, що кожній з них не терпілося переконатися, що Сашко таки справді пропав. Пізніше дільничний згадає ці перші думки і дуже пожалкує, що не звернув уваги на цей дивный поспіх. Завтра утром приходим, і, якщо не відкрой, зламаємо двері, і все. Ой, дура я дура, у мене ж ключ єсть. У тебе? Да, откуда? Саша, давай. Саша? Наступно, с какой-то радостью на цвяті плюнула. А там, Саша, в рашку їздить, запомнешно? Быстрей, быстрей. Свет, свет горит. Саша вдома! Ну, че? Саша! Ой, а віці щось нигде. Ні курток, ні обуви на куше. Щось я бачу в полці. Що це таке? Напівпорожні шафи, розкидані папери. Здавалося, ніби господар оселі покинув усі справи та похабцем, зібравши лише найнеобхідніше, виїхав. Але що могло змусити Сашу на швидкоруч покинути власну квартиру? Шкатулка. Всі свої документи хранить. Диплом, карточки, паспорт. Ну, так взяв і уїхав. Та не уїхав він, я б знала. Так, звісно. І мені Саша нічого не говорила. Ну, всім він має розказати, куди він їде. Навіщо Сашку було покидати Сніжне, якщо він приїхав з Росії в рідне місто матері тільки рік тому, аби оговтатись від зради колишньої коханої? Родственники обустріли, тобто, квартиру, призважили нормальну роботу на шахті. І він повністю переїхав, тобто, вже на повне проживання. Маша в Ростові мала невеличкий, але прибутковий бізнес. Тож на новому місті могла забезпечити сина усім необхідним. А тітка Зіна без проблем влаштувала племінника на шахту майстром із вентиляції. Олександр Єгорьович, що будемо робити з третьим столом? Давайте через час у мене в кабінеті. Добре, договірся. Налагодилося й особисте Сашкове життя. Він закохався. У маленькому шахтарському містечку парубок нарешті почувався щасливим. Ось сьогодні на славу. Угу. Власний. О, ваше Катюше. Так это дочь замначальника шахты. Они що, зустрічалися? Ну да, це Катя. Ой, блядя, я вспомнила. Коли Саша від мене уходив, він дуже торопився. Тому що йому потрібно було зустрічатися з кем-то і віддати долг. А у Саші були долги? У Саші? Вряд ли. Деньги-то йому на свадьбу потрібні були. Ось вони ж с Катей пожениться збиралися. Так, може, вони й уехали зустрічатися? Деньги-то йому на свадьбу. Деньги-то йому на свадьбу. Алло, Вань. Привет. Скажи, пожалуйста, Саша у тебя? Нет. Да, а ты його не видел? Вчера. Понятно, спасибо, ладно. Да не, ничего. Все, давай, пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Мой отец, он был против нашей свадьбы, и когда он сказал, когда мы решили пожениться, он сказал, что нам не даст ни копейки на свадьбу. А Саша, он очень упрямый сказал, что все деньги достанет сам. В последнее Катя чула голос коханого по телефону, когда тот из грошима, счастливый и уверен, повертался от тетки домой. Алло, да-да, сейчас, минутку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 меня хочет, я не знаю. Подожди. Ты сказала, что он кого-то встретил перед тем, как бросил трубку. Да. Так может, ты слышала голос, о чем говорили? Да ничего я не слышала. Ну, ладно. А кому мог он сказать, куда он едет? Я всех обзвонила, я не знаю. Хотя, может, он маме сказал, или там Галя, его двоюродная сестра, они в очень хороших отношениях были. Но я, собственно говоря, я не знаю. Сутка, сейчас я тебе все скажу. Все скажу по правде. Твердый, не угод, понимаешь? Все правду скажут. Все узнаем о сос. Маш, ну что ты ревешь? Ты видела. Вещей нет, документов тоже. Уехал. Знать, что я приезжаю и просто так уехал? Перед своим днем рождения? Нет. Саша никогда не мог бы так со мной поступить. Маш, а что если Саша решил разыграть нас? Сюрприз приготовил. Да что ты несешь? А что? Всякое может быть. Ты знаешь, Светка, я третий раз гадаю и никакого сюрприза, никакой дороги не вижу. А что у тебя здесь? Пековый тус. А что он означает? Остерьем вниз самое страшное. Ты что, совсем крышей поехала такое говорить? Да это не я говорю, это карты говорят. Вот давай сейчас поглядим, что получается. Ты что творишь, дура? А ты что, на душе и так тошно, ты со своим гаданием. Да я же помочь хочу. От твоей помощи только хуже от твоих версий. Вообще. Семен Михайлович, вам помочь? О, Аллочка, а я к тебе. Ко мне? Да. По поводу Саши? Ну да, по поводу Саши. Проходите. Если и уехал, то мне Саша ничего не говорил. Ага. Я не знаю. Скажи, твоя мать говорила, что он кому-то должен был. Честно говоря, Саша мне так много не рассказывал. Не знаю. Ух, ну Галя, чтоб я с твоими детьми еще раз, они с меня всю кровь. здравствуйте детки здрасте здрасте девочка как хорошо что тебя здесь встретил давай собираешься съездил в участок а зачем это ну как зачем ну ты же два месяца как освободился у меня ни разу не был на ночь глядя так и на быстро собрался я жду дизон я наверное у тебя останусь ты чё сдурела где я всех размещу твоя общага через дорогу вот и тишина вина волочной у тебя характер не случайно муж тебя не выдержал я тоже такое не выдержал а колька на тебя трезвый смотреть не мог какого вспоминать ой молочки слушай потому что ты брата замочил это да а труп спрятан а что да я вообще в тот вечер с галей был год назад ее мужа на шахте прибило вот и поминали его сядь гена и успокаивайся продолжать продолжать я же сказал не трогал я его ну да не любил я его но не убивал я его не убивал да и вообще многие не любят он вечно сунет свой нос куда его не бросит у дитинстви двоюродни брати були мало на найкращими друзями однак подорослі шали и ничего спільного між ними практично не лишилося спочатку сашко допомагав непутящему генси навіть на шахту намагався його влаштувати та зрозумів що родич працювати просто не хочет а вот и салат готов мать да прешь ты на кого руку поднимаешь саня да я же так он вообще задиристый был да не могу вот на этот раз кто то не выдержал и надавал ему хорошенько а генка генка ты хотя бы вид сделал что тебе брата жалко ну а че мне за него переживать че с ним будет как пропал таки найдется ты если что услышишь и увидишь ты приходи ко мне милости прошу хорошо ну есть начальничек ну давай да давление очень высокое я сейчас выпишу таблеточки лекарства пускай попринимаю если не побережет себя то так и недалеко до инсульта минуло 4 месяца а зашко так и не сголосився за весь цей час від нього не было ані звістки новой информации не мала и милиция близьким только и лишалося что мучить себе тяжкими здогадами зина не один день готувалася до серьезной разговой как бы она не спевчувала маши сашко навряд чи повернется а от его двокімнатная квартира в центре снежного лишалась порожня не знаю столько времени прошло она все думаешь кто-то ее саш увидел слушай сашку уже не думаешь а двушка пропадать не должна когда моя галька с двумя детьми мучается давай поговорим как-то давай а твой кстати денчик может переселить на мою зина ты хочешь чтобы Маша отдала нам квартиру но не нам а нашим детям с какой-то стати она будет делать да потому что Машка добрая как я знаю то она за двушку цепляться не будет ну знаешь это как-то выглядит непонятно ты че нашу Машку не знаешь Машка ой привет 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 я Гену твою встретила да а машину купить ой Маш какая там машина развалюха Маша а а Зина с тобой поговорить хочет что-то случилось да Маша я хочу мы хотим с тобой поговорить Машка ты же знаешь мы Гале двух детей тянем со мной без мужа мы все без мужа живем жалко да и квартирка у меня тесная соседа лакоши ужасно ужасно тесно прям бы понимаешь вы это к чему Кать ну подожди да отстань ты ну подожди ну я же тебе встречу дай сумку дай ну Катя ну ну послушай ну я же да блин хватит Глеб Катя послушай меня ну ты нормальный человек нормальный да хватит блин как как я могу его забыть легко и просто смирись что он не вернется а почему ты так в этом уверен почему такая разница уверен и все что Сашу сына моего заживо хороните да он жив слышите он жив и он вернется и четыре месяца прошло и уж ты же милиция не ищет я опять ничего не хочу слышать слышите мне опять он жив тетя Маша тетя Маша тетя Маша тетя Маша тетя Маша тетя Маша Саша нашли Сашу нет 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 я не знаю тетя Маша что случилось Ваня никому у него температура 40 мальчик спокойствие температура 37,8 потихоньку падает дядя Маша спасибо вам огромное я не знаю что бы мы без вас делали я так боялась это вы тут втрою живете в такой-то тесноте Маша оглядала обогу квартирку та почувалася дуже ніякого вона и гадки не мала в яких умовах живет племінница Женка, конечно, отдала бы Галле двукомнатную квартиру, но тем самым она граждает сына. Наступного ранка Зинаида прибегла до своей сестры Святланы с страшной новиной. Женка сообщила, что напередуне снова ворожила, и карты открыла ей страшную таемницу. Вказали место, где нужно искать Сашка. Какая семерка? Это не просто слезы. Это может быть вода. Сашка утопился. Кто тебе сказал? Ты уверена в этом? Да уверена, нужно в милицию идти срочно. Зина! Что? Ты что, сдурела? Какие карты? Какие карты? Ну, я понимаю, у вас трагедия. Я отвлекательно понимаю. Ну, мне всякую же ерунду пороть. А что ваша милиция за 4 месяца человека найти не могла? Я принесла вам явное решение. Зина! Зина! Что ты от меня хочешь? Проверьте все стовки. Их с Нижном немного. И возле нас тоже там, там взятец есть вставок. Там Саша мог вечером проходить. Нет. Михайлович, я тебя умоляю. Не ради тебя прошу. Ради сестры. Она с ума сходит. А то ты неизвестный. Я тебя прошу. Михайлович. Ну, хорошо. Хорошо. Довожу начальство. Карти таки не помилилися. У водоймі, на яку вказала Зина, знайшли тіло молодого чоловіка. Щоправда, труп пролежав у воді надто довго, і впізнати небіщика було не сила. На місце знахідки прибула оперативна група на чолі зі слідчим. В общем, череп проломлен. Пока делайте рано виводи до вскрытия. Я думаю, кто бы ни был наш парень, тот ударив його по голові і вбросив в озеро. Вот. Нашел камышак там. Денег, документів немає, але є фотографії. Дівшки. Хорошо. Убийство. Наступного дня після похорону близькі та друзі прийшли у порожню двокімнатну квартиру пом'янути Сашу. Я не знаю, як жити без Саши. Люди добре, спасибо, что прийшли помянути. Машеньки надо отдыхать. Однак до комусь присутніх гірка втрата не заважала планувати майбутнє. Прости, Саша. Тебе спокійно. Машенька, я понимаю, не время щас говорити. Галя, Ванька болеет, выздоровіть не може. Зойка кашляє. У нас не тут. Холодно. Воды горячої нет. Маш. У тебе ключі єсть. Пусть переїжджають. Наранок у Сашковій квартирі господарювали нові мешканці. Галя та її дітлахи. Уже за годину у цих двох кімнатах не залишиться жодної згадки про минуле. Чи ти така грустна? Зря я маму послушалася. Не треба було сюди переїжджати. Неправильно. Давай без соплей, хорошо? Да, ничего, ти починаєш. Уже переїхали, а ти збору. Да я просто не смогу здесь жить. Не смогу. Блин, не ной. А деться твої подумай. А я о ком, по-твоєму, думаю? О ком? Ванька, двойка, пошли со мной. Істеричка. Светка, а ти що все тащиш, а? Що ти? Це Сашина. Ну, буде наша. А мене Маша сказала, щоб я брала здесь все. А дзай. Дзина! Злобуйся. Це моє. Це мені Маша. Зараз. Дзина! Найщасна Маша покидала рідне Сніжне. Здавалося, назавжди. Жінці на думку не спадало, що дуже скоро вона муситиме повернутися у містечко, аби поглянути в очі вбивці свого сина. Міліція ж тим часом намагалась скласти докупи суперечливі факти. Сашу Одинцово вбили і обікрали. Забрали гроші та документи, але, що дивно, у його курці залишились ключі від квартири. Дзинець. По вероятному, по очевидності, то есть никто не буде скрывать следи преступлений или оставлять. Но, вот, к примеру, йдет чоловік по вулиці, да, йому підбігає пріступник, грабить його, убиває. Он же не буде смывать кровь, закапывать, прятати тело, що-либо делать. Все происходит молниеносно, то есть раз і все. Ну, я вам хочу чесно сказати, що очевидно, що це пріступлення було заблаговременно спланировано. Я пойду в ніліцію, на все розкажу, папа! Папа, пусти! Ты з ума сошла! Нікуди ти не пойдеш! Пойду! Здравствуйте! Здравствуйте! Згадавши про неприязнь батька Каті до Їна Реченого, дільничний вирішив поговорити з чоловіком. Мне нужно с вами поговорить о Саше. Одинцову, Саше. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вот сюда. Нет, нет. Я не буду. Да что тут говорить? Жаль парня. Николай Андреевич, я прошу прощения. Вы не могли бы вспомнить, где вы были четыре месяца назад, 17 ноября, в воскресенье, вечером? Да, мы с женой в Египте отдыхали. Я хорошо запомнил тебе в те дни. Бедная гаденька каждый день звонила, рыдала в трубку. Я, я ведь такое будущее уготовил, в Киев учиться хотел отправить, в кем за границу. Так нет, тут перло, заладило. Люблю Сашу и все. Да. Угу. Я его не любил. Он мне не нравился. Я знаю, кто убил Сашу. Катя рассказала, что в вечер снике Сашка ее брат повернулся додому с разбитою бровой и в край развлеченный. Тогда он промовил фразу, на которую девушка спершу не обратила внимание. Пустите, не трогай. Уже больно? Пустите, главное, этот пидурок нас доставит больше. Какой пидурок? Бой. Бой! Четыре месяца Катя сподевалася, что Сашко найдется. И только теперь зрозумела. Того вечера Гліб убил ее, коханого. Уже за годину Гліб сидів навпроти слідчого. Хлопець не выкручувався и сразу признался, что того фатального вечера действительно встретился с Сашком. Я его не убивал. Ну почему тут не убивал? Мы тебя спрашивали сейчас за главным. Ты шел за ним. Я дальше. Ну просто, просто подожди. Просто поговорили. Просто. Смотри на эту бровь. Это они так просто поговорили. А тебе чего надо? Сыграй монатки и сегодняшний валили с города. Понял? Понял? В общем, когда я уходил, он был жив. Да и врезал я-то, ну, всего пару раз. Ну, от такого же не умирают. А, Алексей Иванович, мы тут парня задержали. Он золотой креслики часы Одинцова в ломбар сдавал. И вот через 4 месяца начинают всплывать пропавшие вещи. Пропавшие вещи начинают всплывать от некого ранее судимого Геннадия, который, что оказалось, был двоеродным братом пропавшего. Вперед! Вперед! Диана, откуда вещи твои, твоего брата у тебя, где ты сдавал их в ломбард? Откуда они у тебя? Прочетность Гени до злочину была очевидна. Но парень затято молчал, не желая объяснить, как до него потрапили речи двоеродного брата, что исчезли сразу после убийства. Что ты за человек такой? Что ты за тварь такая? Ты что своего брата своими руками убил? Объясни мне. Да где же твои мозги? Где же твоя совесть? Михайлович, Михайлович, дай мне. Ко мне повернись. Быстрее поворачивайся, поворачивайся. Ты убил своего двоеродного брата Александра. Ты убил! Поки слідчий намагався витягти з Гени хоть слово, оперативники та дільничний обшукували його кімнату у гуртожитку. Запиши, чемодан. Значит, присутствует паня Тих. Будем открывать чемодан. Пожалуйста, паня Ти. Это не наш чемодан. Гена сказал не трогать. Это от товарища он принес. Запиши, пожалуйста, на один паспорт на имя Одинцова Александра Игоревича. Боже! Это что такое? Нет, только нет. И паспорт, Саша? Да ты что? Ну, спасибо. Да. Ну, хорошо. Пока. Все, парень, ты попал. Слушай, весла. Давай, рассказывай, как ты убил двоюродного брата. Рассказывай, как брата убил! Миліція обшукала квартиру Галі, до якої Гена вже почав перевозити свої речі. Однак тут нічого цікавого не знайшли. Коли раптом оперативники помітили те, на що аж ніяк не сподівалися. Галя, а що це таке? Це, наверное, це варенье мале баловались, і... і... і сок розлили вишневий. Йора! Подійди на секунду. Сок, говори. Галя, а це тоже сок? Гуррає. Твоє, галя! Стоять! 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 Это был день, когда все на смерти моего мужа. Я не хотела убивать Сашу, не хотела. На раскаяние время еще будет. Рассказывай, как вы это сделали. На отмяну от брата Галя не стала мовчать и сразу рассказала правду. Мы знали, что Саша будет возвращаться от мамы с деньгами. Мы заманили его ко мне. У этой Гали муж погиб. Это было предлогом пригласить брата, чтобы упомянуть. Ну и Александр, есть такая информация, что он пришел не с пустыми руками. Он еще в гостиницу к детям принес. Привет. Ни про что не подозрюючи, Сашко завитав до своих двоюродных брата и сестры. Родичи выпали по черті. Хлопец заспешил домой. Но выйти живым из квартиры сестры ему не судилося. Ребята, нет, мне пора. Нет, Саша. Саша, тут очень вкусно. Спасибо, я не понимаю. Я делала. Время, время. Я еще кучу. Пора ему. Пожалуйста, Саша. Пора ему. Я еще как-то зайду. Все, побежим. Да как-то прогуляться надо вместе. Геннадий захватил с собой металлический пруд и в коридоре у двоюродной сестры он нанес несколько ударов, что повлекли за собой смерть. А потом Гена взяла у другого машину и мы увезли Сашу на сновок. Вы хоть понимаете, вы родного человека убили за каких-то вонючих двух тысяч долларов? Ноча, отпустите меня. Уйдёшьте, дети. Она ничем не виновата. Это я убила Сашу. А Саша сам виноват. Если бы не эти две тысячи долларов, ничего бы не было. Упевнена, что добра Маша никогда не требует повернення боргу дворячної давнини, Зіна спокойно отложила деньги на свои потреби. А тут Сашко почав просить две тысячи долларов назад. А Зіна ж их так тяжело заощаджувала. Трудно не бедаить. Вот он, кровь их. А тут Сашко. Отдай деньги. Это вершу человеческой жадности. Получается, как это так. Моя дочка с двумя детьми живёт в однокомнатной квартире, а ему купили двухкомнатную квартиру, где он будет проживать сам. Но это никого не волновало, что эта квартира была куплена за чужие средства. И, тем не менее, требовали возврата долга. Что для Сашки эти две тысячи? Ничего. А для меня, для нас. Сашка сам свою судьбу выбрал. Я его предупреждаю. Я давала ему шанс. Я говорила, что горе принесут деньги, а он нет. Племінниковое убийство Зіна планувала тиждень. Конечно, сама она не смогла б, та и не наважилась бы втілити задумане. Тому вирішила запевнити собі поддержку Галі та Гене. Гена завагався, але врешті-решт погодився. Він уже давно мав образу на благополучного брата, і поживитись його Горошима був не проти. А от переконати Галю було складніше. Мам, да как ти вообще можеш об цьому думати? А ты гена? Да ми же росли вместе, а вы убитись. А ти о чём думаєш? О дітях своїх подумай! Як ти принимати їх будеш? Малі вони у тебе іще! Ключевой момент цього притуплення в тому, що существовало чувство несправедливості. А именно, що вони думали, що одним все, а нам ничего. Але нормальний людина, щоб отримати все, він йде на роботу, тяжко роботи, чого-то добивається. Але тільки не ця компанія. Вони збавилися в совершенно другий путь. Ти подумай, квартира, ти наконец-то переїдеш в двокомнатну квартиру з маляками, з Зойкою, з Ванькою. Заживете, як люди, і я буду щастлива возле вас. Після тривалих умовлянь Галя все ж піддалась впливу. Однак до останнього не вірила, що все це реальність. А коли схаменулася, було надто пізно. Зінаїда була організатором. Вона підговорила свою дочь Галіну і своєго племянника Геннадія, щоб організувати те саме приступлення, тобто вбійство, своєго второго племянника Олександру. На ранок після вбивства Гена спокійно зайшов у братову квартиру. Такою була домовленість. Зіна пообіцяла, що племінник зможе забрати всі цінні речі, які тільки потраплють йому на очі. Самій же Зіні не терпілося побачити, як дочка перегідав чужу квартиру. От вона і підказала міліції, де шукати труп, аби у сердечної Маші не лишилося жодних надій. За вісім місяців над трійцею відбувся суд. Зібраних доказів виявилося достатньо, аби засудити і Зіну з Галею. Жінки отримали по вісім років ув'язнення. Гена, як виконавець убивства, чотирнадцять. В цій історії, безусловно, більше всього жалко мати. Ну, мало того, що вона лишилась сина, вона лишилась ще й родственників. Тобто, а з таким чувством, ну, жити, жити тяжело. Злощасну квартиру, через яку сталося стільки горя, Маша продала. І цього разу покинула Сніжне назавжди. Ключ в голові си мене. А де ваш сон? Ваня! Ванечка. Ванечка. Це тебе на кількість. Спасибо. Дякую, сонечка. Спасибо. Спасибо, Ванечка. Всі вам добре. Спасибо. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Продолжение следует...